На столе всё то, что необходимо для того, чтобы ребёнок мог приступить к живописи. Речь идёт о детях дошкольного возраста, но не о самых маленьких, не о двух-трёхлетних, а о тех, кто уже, может быть, скоро пойдёт в школу и уже более пробуждён. Может быть, это пяти-шестилетние дети. Но об этом я ещё скажу дополнительно. Итак, что мы здесь видим? Акварельная бумага, во-первых. Вы видите, что это достаточно хорошая бумага, фактура её рифлёная, дощечка, на которой она лежит. Иногда можно не обязательно брать такую пластиковую дощечку, может быть, просто гладкий стол или просто кусок толстого вырезанного пластика типа полиэтилена или такие кухонные подкладочки бывают. Зачем-то здесь полотенце, вы увидите. Зачем? От него, конечно, кисти вытирать мы не будем. Кисточки. Вот этой кисточкой очень хорошо смачивать бумагу. Я настаиваю, и мой опыт говорит о том, что именно кисть здесь должна присутствовать, а не губка. Губка вызывает определённое сжатие руки. Она всегда сама по себе провоцирует к тому, чтобы бумагу тёрли. А вот кисть, она позволяет руке, именно в самой кисти, быть подвижной. Тем самым душевное движение ребёнка уже становится совершенно другим. Далее здесь вы видите щетинную кисть, достаточно широкую. Если говорить о номерах, это где-то 20-22, но может быть 18. Видите, с мой большой палец она шириной. А для детей постарше может быть даже и две кисточки. Далее вы видите, что кисточка как-то здесь забинтована. Зачем это делается? А для того, чтобы она дольше служила, можно взять просто бумажный скотч или какую-то водонепроницаемую ленту и вот здесь её обмотать. В том случае, если вы этого не сделаете, через некоторое время кисть начнёт болтаться на древке. И в процессе рисования будет неуверенность. Здесь очень важно, чтобы во всём была абсолютная уверенность, точность и чувство. Далее. Почему кисть щетинная? Ведь все нас в школе всегда учили, кисточка должна быть тоненькая, беличья, кончик заострённый. Но вот сейчас я показываю вам, как эта кисть пружинит на ладошке. Если кисть слишком мягкая, ребёнок делает просто вот так. Потому что он хочет действительно ощутить то, почему кисть двигается. Когда кисть щетинная, то тогда она пружинит и есть ощущение того, что я действительно соприкасаюсь с этой поверхностью. Я уже говорил о том, что для детей постарше могут даже присутствовать и две кисти. Это связано с тем, что появляется больше цветов. И, например, для того, чтобы не мыть постоянно кисть, которая рисует жёлтым, оранжевым, для того, чтобы перейти к синему, можно предложить и вторую кисть. Но это уже для, можно сказать, мастеров живописи. Далее мы здесь видим воду. Здесь просто вот в данном случае чашечка довольно маленькая. Лучше взять, конечно, побольше, в которую вы будете обмакивать кисточку для смачивания бумаги. И в которой вы потом будете промывать кисть при рисовании. Итак, бумага. В детском саду обычно вот эти уголки отрезают и делают их скруглёнными. Для чего это делается? Сама форма листа достаточно жёсткая. Она несёт с собой какое-то определённое неудобство, жёсткость, заострённость, что-то такое очень механическое. Теперь, если взять и отрезать этот уголочек, естественно, для этого нужно взять, наверное, ножницы побольше, чтобы было удобнее. Но вот здесь такие у меня. И каким-то образом его немножечко скруглить. И сразу же лист приобретает несколько инновид. Эти уголки, они... Ну вот, посмотрите. Наверху и внизу. Какое впечатление. А теперь, если я переверну вот так. Не правда ли просто впивается в это пространство? И вот эти уголки, они, конечно, хорошо, когда они отрезаны. Но если этого нет, ну, ничего такого трагического не произойдёт. Но это просто означает, что вы меньше внимания уделяете своему ребёнку, если вы этого не делаете. Конечно, когда школьники рисуют в школе, мы этого уже можем не делать. Но вот это пространство, оно становится более уютным благодаря скруглению. Итак, шершавая сторона будет для рисования. А вот гладкая сторона, с неё-то мы и начинаем смачивать бумагу. Посмотрите, как это делается. Ну, я думаю, любой может понять, что смачивает не кисть, а вода. Поэтому надо уделять внимание воде. Мы привыкли к тому, что наши ручки, наши карандаши, они пишут сами по себе. Их не надо обмакивать в чернильницу, как раньше макали ручку или перо. И поэтому часто дети просто забывают обмакивать кисть в воду. И просто возят ей туда-сюда. Вот тут краска уже попала. И от этого бумагу просто можно стереть до шариков. Надо не забывать эту кисть туда. И теперь, когда эта сторона уже смочена, переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны. Лучше начинать с середины, потому что тогда меньше вероятность возникновения пузырей. Но если они возникли, ничего страшного в этом нет. Потому что потом все можно еще раз и еще раз поправить. Я делаю акцент на том, что вот такой способ наложения бумаги, это именно для детей, которые уже более самостоятельны. Можно сказать, они уже прошли всю предварительную школу общения с материалом. Для самых маленьких мы делаем по-другому. Мы заранее берем бумагу, ванночку. Ну, здесь у меня ванночки нет, но я думаю, вы в состоянии представите. И купаем в этой ванночке листок. Это делает воспитатель или родитель. И потом этот листок из купанной ванночки. Там его как-то там стряхивать немножко. Укладываем на один планшет. Далее мы можем искупать второй листок и третий. И вот эти мокрые листы просто укладываются на планшет. А для того, чтобы они не высохли, ну, может быть, мы в течение часа или двух собираемся рисовать. Для того, чтобы они не засохли, мы просто берем другой планшет, тоже с мокрым листом, и вот так вот их складываем между собой. Ну, я сейчас намочу это все, получается. И вот это может полежать где-то. Естественно, это не должно лежать день-два, потому что просто все это прокиснет. И когда дети захотели порисовать, во время свободной игры, например, в детском саду, вы просто открываете этот планшет, достаете оттуда этот уже мокрый лист. Ну, я вот для натуральности возьму мокрый именно лист. Кладете его на планшетик, нужную сторону. Берете широкую кисть или даете ее ребенку, если он уже в состоянии это делать, и просто разравниваете. Смотрите, как здорово и быстро все получается. И дальше вы его вручаете кисточку, планшет. Продолжение следует... Продолжение следует...